Они вступили на соревновательный путь 1 февраля и практически до конца месяца проходили различные испытания, приготовленные организаторами. Визитка, патриотические, спортивные этапы, социальный и, наконец, творческий конкурс. Участники проекта «Настоящий мужчина-2024» проявили себя в разных ипостасях. Сегодняшний этап – творческий этап. Очень-очень много покажет. Единственное, что могу сказать, что наши конкурсанты идут плечо в плечо. И мужчины-учителя, и мужчины в возрасте 16-35. Все идут очень-очень плотно. В рамках творческого этапа участники танцевали, пели, рассказывали стихотворения и показывали небольшие сценки. Они умудрились рассмешить и растрогать публику. В создании творческих номеров им помогали учителя, коллеги, одноклассники, друзья и даже родители. То, что зал встал, ну, конечно, это было, конечно, очень приятно. То есть такое внимание, поддержка. Видно было, что некоторые люди подпевают. Поэтому очень приятно было. Для многих школьников и учителей участие в этом конкурсе дало большие возможности для вдохновения и дальнейшего развития. Они открывали неизведанные грани своей личности. Некоторые заинтересовались плаванием, некоторые намерены продолжать заниматься армейским рукопашным боем. И однозначно большинство будут с ностальгией вспоминать прохождение испытаний, которые они достойно преодолевали в рамках этого масштабного проекта. Конечно, будет скучать. Жалко, что он так быстро закончится. Вроде только начался уже конец. По итогам всех пройденных этапов лучшими в своих номинациях стали ученик 2-й гимназии Максим Урачев и педагог начальных классов кадетской школы Артем Витязев. И судя по тому, с какой заинтересованностью на протяжении многих лет люди следят за этим конкурсом, можно смело предположить, что его запустят и в следующем году. Алена Кисеева, Андрей Сегаев. Будни.